Ремонт дворовых территорий, вопреки капризам погоды, в четверг подрядчики приступили к работам в рамках программы формирования комфортной городской среды. Это первый двор на улице Ташкентская, 11. Здесь согласован минимальный перечень – асфальтировка, озеленение, установка игрового и спортивного оборудования. Из-за дождя сначала приступили к кронированию деревьев. Асфальт оставили на будущую неделю. Жители вышли контролировать рабочих. Претензий к организации процесса у них нет. По этому двору никаких нет. С жителями мы договорились даже дополнительно о том, что тополя, которые имеются, мы их коронируем. Это очень опасное дерево и во время сильных порывов ветра ветки могут откалываться диаметром до 10-15 сантиметров. Решение мы с ними нашли. Сейчас мы это обсудили и подрядчик это сделает. Жители в процессе принимают активное участие, не только материальное, но и трудовое. Это было одно из условий, по которым двор вошел в программу с федеральным финансированием. До 1 ноября по контрактным обязательствам работы здесь должны быть завершены. Во дворе появятся лавочки, детская зона с каруселью. Если подрядчик задержит сроки, к нему применят санкции. Мы все будем следить. Два подъезда во все оружие. Так что, чтобы у нас тут не было алкашей, чтобы не пили на лавочках. Вот лавочки нам сделают, детскую площадку. В ближайшие дни к работам приступят еще на 13 дворовых территориях. Остальные в стадии завершения конкурсных процедур. Также определены подрядчики для ремонта общественных территорий. В конкурсе, напомним, выиграла набережная Уводи и Аллея Гагарина. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.